здравствуйте драгоценные мои друзья ну читаешь новости и как говорится охреневаешь в прямом смысле охреневаешь все хуже и хуже хоть одну какую хорошую новость что-то развивается что-то делается хрена с 2 все время какой-то какая-то дрель все время вот каждый день прямо вот хуже хуже вот катимся в пропасть я не пойму земли куда куда летит наш этот автобус как я понимаю действительно в пропасть ну вот новости друзья мои роскомнадзор тестировал блокировку телеграма но ночью сбои были зафиксированы в россии только в россии после блокировки ютуба роскомнадзор может взяться за ватсап и телеграм уверены эксперты да друзья мои этим они не удовлетворяться да там все эти инстаграм и фигарам и да они только тренировались а теперь значит youtube сожрали час немножко переварят посмотрят как народец не бузит народ уже как согласен на все действительно скажут принести мыло и веревку и принесут и придут и повесятся с этим с таким же печальным выражением лица ну теперь давайте телеграм закроем ватсап потом еще что-нибудь закроем чтобы осталось только одно сплошное телевидение как помните в фильме москва слезам не верит там помните был такой ну телеоператор мужчина который не очень хорошо себя вел по отношению к женщин бросил бросил вот эту вот девушку с которой он там роман крутил бросил ее но значит в общем подлец подлец и вот этот подлец тогда говорил что не будет ничего только одно сплошное телевидение но и у нас друзья мои наверное будет только одно сплошное телевидение потому что русском надзору не нравится никто и те кто думает что может там где-нибудь а в рутубе отсидеться или еще где-то хрена с 2 всех всех поймают всех как говорится за ушко и на солнышко далее друзья мои более трех миллиардов рублей было украдено при реализации нацпроектов россии сообщила генпрокуратура констатировала 3 миллиарда тиснули только за первую половину двадцать четвертого года ну а куда кто их спер может быть сами прокуроры там унесли в чемоданах в чемоданах такую сумму но несмотря на обилие правоохранительных органов но как я понимаю их их работа не очень эффективно они просто констатируют сперли 3 миллиарда а вот там еще 6 а там еще 10 ну нормально все как говорится бюджет кончился надо опять собирать увеличивать налоги иначе как-то скучновато так да срочников нужно срочно отправить на и своего заявил командир спецназа ахмат ати алаудинов не надо из 18 летних мужчин делать детей которым мы должны дать соску и отправить спать сказал он он добавил что понимает что путин принял решение чтобы срочники не служили нигде в мирное время но сейчас идет война да друзья мои по моему слова война запрещено в нашем обиходе на есть специальная военная операция есть контртеррористическая операция на на территории курской области конечно беда бедовая друзья мои но комментировать это я не буду поскольку это чревато ну вот видите так вот генерал алудинов считает что срочники должны идти воевать я не знаю как вы считаете каждый имеет собственное мнение по этому поводу россия будет раздавать вид на жительство всем кто разделяет традиционные российской духовные нравственные ценности но не знает русский язык то есть это подписал указ ну наш верховный главнокомандующий владимир владимирович указ о том что вот будут спрашивать разделяешь традиционные русские ценности разделяю все там если даже скажет на каком-нибудь там пушту надо то есть всех вот помните африканские деревни помните еще что-то в общем-то народу здесь у нас не хватает значит открываем ворота и вид на жительство раздаем всем всем кто кивнет просто головой как помните было про выборы да вот теперь уже не надо ходить на голосование достаточно просто кивнуть головой перед телевизором и все ваш ваш голос будет защитным но теперь вот это дошло до получения гражданства в других странах все-таки есть какая-то документация еще что-то у нас видимо настолько народу стало не хватать что теперь достаточно просто подписать подпись поставить разделяешь традиционные а какие-то ценности вы друзья мои знаете какие у нас традиционные российские ценности но друзья мои у меня то они своеобразные значит те тех кто не разделяет тех надо лишить гражданство а как какие это ценности будут определять значит чиновники целый список будет там я не знаю сарафан матрешка салат оливье водка медведи что что входит традиционные русские ценности такие лубочные какие-то ценности да или на что-то такое более серьезное ну в общем друзья мои смотришь и несмотря на ясный жаркий день думаешь куда мы катимся потому что мы еще не докатились мы катимся и очень очень быстро каждый день все хуже и хуже хоть одна бы хорошая новость вот хоть хоть одна там космические корабли браздят просторы вселенной да там что-то построили что-то что-то изобрели ученые какие-то о чем-то да вот что-то музыку кто-то написал фильм какой-то сняли картину нарисовали похоже в области балета мы уже далеко не впереди планеты всей как и впрочем во всем остальном ничего не производится ничего не делается только раздуваются щеки что мы самые замечательные а все остальные как бы совсем говнюки ну друзья мои с таким подходом под таким подходом только катиться и катиться все драгоценные мои друзья давайте пока счастливо